Книга «Открытым оком», 23 том, тема канонизации, вопрос 3543. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Пишет, что обвиняемые в ересе священники и епископы исповедовали веру правильно, службу вели исправно, а вот в тайне якобы творили такое, уж такое, а говорят все о том, что не видел никто, а под пытками можно выжить все. Пытка вопрошала, а Борь отвечала. Оставить в списках всех, кого канонизировали уже, хотя канонизация – суть противоевангельское деяние, а впредь да не будет всего. Архиерейский собор в 1989 году прославил одного человека, в 1992 году – 7 человек, в 1994 – 2 человека, в 1997 – 3 человека, в 2000 – 1097 человек. Постановление канонизации еще почти 600 человек принимается на заседании Священного Синода с 2000 года. Этим занимается Синодальная комиссия по канонизации святых. Почему нет ажиотажа на поклонение апостолу Петру, Павлу, Иоанну? И ни одна бабка, ни один поп не ревнует о их славе, как об юродивой Ксении, о бедном согбином Серафиме, этом кумире и русском башке. Филиппийцам 3.17 – Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Иоанна 5.44 – Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Дворовый верный пес Барбос, который барскую усердно службы нес, увидел старую свою знакомку – Жужу, кудрявую баллонку. На мягкой пуховой подушке, на окне, к ней ластяся, как будто бы к родне он с умилением чуть не плачет, и под окном визжит, вертит хвостом и скачет. Ну что, Жужутка, как живешь, с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь, помнишь, на дворе мы часто голодали. Какую службу ты несешь? На счастье грех роптать, Жужутка отвечает. Мой господин во мне души не чает. Живу в довольстве и добре, ем и пью на серебре, резвлюся с барином, а ежели устану, валяюсь по коврам и мягкому дивану. — Ты как живешь? — я, — отвечал барбос, — хвост плетью опустя и свой повеся нос. Живу по-прежнему, терплю и холод, и голод, и сберегающий хозяйский дом здесь под забором сплю и мокну под дождем, а если не в попад залаю, то и побои принимаю. — Да чем же ты, Жужу, случай попал? Бессилен бывший так и мал. Меж тем, как я из кожи рвусь напрасно, чем служишь ты? Чем служишь? Вот, прекрасно! — с насмешкой отвечал Жужу. — На задних лапках я хожу. Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят. 1823 год. Крылов. Продолжение следует...